здравствуйте уважаемые подписчики сегодня в нашей постоянной рубрике пойдет речь о достаточно неприятной ситуации к нам обратился наш подписчик зовут его сонар он азербайджанец сейчас объясню почему я делаю на этом акцент дело в том что он решил отдохнуть 14 числа этого месяца в ночном клубе что делать ночных клубах выпивает отдыхает танцует чем он и занимался в итоге своего отдыха он оказался больниц достаточно серьезными повреждениями лица его избили и как он считает это произошло на национальной почве якобы те кто его бил перепутали его с русским и поэтому избили ну и там еще есть несколько нюансов которых о которых он расскажет сам я должен сказать о том что с представителями ночного клуба мы тоже пообщались его версию они не поддерживают говорят о том что он вел себя вызывающе сам что-то выкрикивал там кому-то приставал и так далее чья на чей стороне там правда но выяснит обязательно следственные органы он и написал заявление в полицию давайте послушаем сонара я учился в тридцать восьмом лицее кадетской гибдд да я был там она автоэлектромеханик сейчас в горгазе работаю электрогазосвальщик подскажите что с вашим лицом как это все произошло пишите слов пришел в клуб выпить отдохнуть я в отпуске сейчас вот отдыхал там какое-то время в один были я один да я один пришел я за свою жизнь не боялся я думаю спокойно на улице завязался разговор с двумя мужчинами казахи по национальности с ними разговор пошел за и своего вот я на улице громко все слышали я поддержал и своего говорю наши ребята герои молодцы заслуживают уважение на что мне один из них который там остался потом один из них противоречил а другой поддержал другой который поддержал уехал тот который не поддержал остался там дальше я в клубе в уборную сходил допил бокал сходил в уборную выхожу на улицу мне сзади подножку делают я даже не понял я потом по видео это все понял потом я думал споткнулся не обратил внимание иду дальше на выход думаю пальто возьму свое у меня полупальто короткая то есть подножку вам уже в клубе поставили да 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 там еще до этого разговора были ко мне постоянно какие-то люди подходят что-то спрашивают я не пойму о чем разговор почему вы ко мне подходите вы знакомые да незнакомые я их первый раз жизни вижу и что-то пытается мне дергают туда-сюда я вот выхожу и мне вот с колена вот так вот за голову берет может быть я с ним разговаривал просто мне после удара я не помню может я сниму и поговорил может нет ну там вроде бы как бы видно что сразу вот он меня бьет с колено у меня вот вы выписку взял из травматологии у меня вот трещины перелом перелом скол и я его за ногу хватает я его валю и меня уже начинает все бить сколько человек разбил я не знаю много мне все бьют я не понимаю за что то есть били у вас уже на улице нет сперва там в коридоре у меня выволок ли там на видео не видно но видно больше я из этот и я упал потом встал и вот тот который с колена меня ударил я его позвал говорю на поединок давай один на один давай драться он тоже по национальности оказывается азербайджанец давай драться тогда один на один я иду к нему меня сбоку естественно бьют из ноги просто вырубает меня поднимают сажают на этот где бассейн у них ну там девочки какие-то парни тоже которые неравнодушны не все прям уж меня там били неравнодушных тоже много было вот сажать они просто их боятся они друг друга видать все знают потому что трое из них который меня именно непосредственно били они друг друга точно знаю вот чеченец азербайджанец и узбек вот про которых я вам говорю меня сажают вот на это я весь крови у меня за все от всех щелей какая-то девушка подходит меня бьет лещом в ухо девушка девушка да я падаю в 8 бассейн в это да там воды нету смысле сухой бассейн съездим и увидите а там вот эти вот торчат рогаты которые воду брызгают вот прям в сантиметрах пяти я от них головой падаю бьюсь от бетон меня немножко по конфузии во в себя пришел я же говорю все вызывайте мне скорую никто не хочет скорую не вызывать я не пойму что за равнодушие что я вам сделал сразу поехали куда по больницу в итоге долгое время после ожидания у меня руки в крови я в телефоне не могу набрать номеру просто он не работает потому что он весь тоже праве девочка одна вызвала скорую все ты она отошла потому что ей не давали вызывать скорую почему-то никто не хочет там еще какой-то их работник охранник выбежал и кровь за мной смывает так уже с ведра еще на меня прыгать какого черта зачем ты смываешь говорю полицию давайте скорую пускай запечатлят вот это все нет они что-то сразу же убираться начинает быстро сработали охрана никак им не против одет вообще вот там на камере увидите один вот бородатый там охранник вышел и стоит смотрит когда меня вот с ноги вышибает голову зачем они там нужны эти эти охранники не понимают и скорая приехала меня увезли непосредственно больницу я там отлежал немножечко больницы пару часов проспал ну из своих соображений отказался от лечения уехал в свою поликлинику супруга за мной приехала одежду мне привезла потому что вся одежда то есть урон не порвана она просто да и ее не оденешь вот супруга я приехала мне привезла одежду я написал отказную мне дали выписку то что я отказываюсь назначили лечение они тоже да хорошо сработали кстати врачи и полицию вычисли сразу полицию до полицию приехал заявление написал мне сказали говорит отправим туда участкового дознаватель мне прямым словом я не знаю вырежете для себя оставьте эту информацию но выходить чтобы это показали да я не знаю можете показать поговорить о вашем крае рождения я считаю нужным это вот сказать там горт участкового пошлют а ему три копейки на карман кину да и все мы их нашли быстро сами сами за полторы сутки нашли имена фамилии родителей где кто какой национальности почему полиция так долго полиции вам до сих пор результат никто не звонят я не знаю кто ведет мое дело кто-то же должен это дело вести никто мне не звонит ничего не делает как такой может с вашими обидчиками потом уже встречались или нет нет конечно не буду нет через полицию как вы считаете конфликт из-за чего вот вы считаете из-за чего разгорел скорее всего я на улице вот то что за сфо сказал они услышали они потом на меня как волки ходили смотрели то есть эти слова и мне понравились им и знаете вот честное слово там из русских только девочки были тот объясняет у него волосы говорят рыжие вот видно да прическа вот такая то мы думали он русский поэтому типа хлопочили я теперь не пойму смысле русскому в россии гулять нельзя по клубам нельзя ходить хотя напомню что вы в принципе этнически вы не русский я азербайджанец я просто здесь вырос я кроме россии ничего не знаю то считаете что конфликт у вас на все-таки на этические цена этнически да они сами же говорят вот мы думали он русский что давай каждого русского бишу да с чего вообще русских то бить я не пойму я вот это не пойму в заявлении в полиции вы это не отразили нет конечно нет она будете дальнейшем договорить если поднов следствию или у своих следствий да я за потом вспоминать начало это понимаете это вот разгар вот это вот я в больнице там туда уехал я не особо соображал понятно я сейчас ко мне осознание приходит я вспоминаю я видео пересматриваю думаю а вот здесь вот вот из-за этого было и начинает воспринимать возвращаться вы услышали его рассказ и если ситуация такова как описывает он то действительно здесь нужно пристальное внимание уделить этому событию правоохранительным органам для чего он обратился к нам в редакцию но это понятно он хочет огласки он хочет он возмущен этой ситуации он хочет чтобы ответственные те кто его бил понесли соответствующей ответственности извини за автологию и если подтверждается его версия то это уже совершенно другая история это не просто хулиганство это не просто драка это уже нечто другое хотя как еще раз я говорю представитель ночного клуба его версию не поддерживает в любом случае чтобы не происходило там в клубе непонятно почему парня избили прямо на пороге клуба чтобы он не делал естественно до того момента он сам в драку ты не лез и я думаю что по камерам видеонаблюдения это все видно но почему посетители клуба оказался избит почему охрана не отработала почему вообще такое допустили это очень странно выводы делать вам как всегда